Некоторые спутники Юпитера и Сатурна богаты водой. Они образуют там целые моря. На поверхности Титана, в свою очередь, в каналах текут жидкие углеводороды, а крупнейший резервуар жидкости превосходит по площади Каспийское море. Во внеземных океанах может существовать жизнь, а в некоторых даже можно поплавать. Всем привет! С вами Фенимор! В 2021 году российские ученые обнаружили на Марсе огромные запасы воды, площадь которых сравнима с Ладожским озером. Правда, они существуют в виде льда. В целом, поиск на Марсе жидкой воды – одна из ключевых задач исследователей этой планеты, поскольку именно с водой обычно связывают пригодность планеты к жизни. Сейчас ученые пришли к выводу, что на поверхности Марса текут лишь небольшие, быстро пересыхающие ручьи, а озера стоит искать в районе теплых зон Марса. В нашей Солнечной системе есть тела, на которых бьют гейзеры и существуют целые моря, а находятся они дальше от Солнца, чем Марс, за поясом астероидов. О существовании некоторых из этих морей известно совершенно точно и у ученых есть даже приблизительные данные об условиях в них. Есть разные способы, чтобы согреться. На первый взгляд, это кажется странным. Если на Марсе слишком холодно для рек, то почему неземные моря находятся еще дальше от Солнца? Все дело в том, что солнечный свет – не единственный возможный источник тепла для любой планеты или спутника. Если в ядре небесного тела присутствует большое число радиоактивных изотопов, то они обеспечивают интенсивный тепловой поток от центра к поверхности планеты. Это происходит и на нашей Земле, где сквозь ее поверхность проходит поток мощностью 47 ТВ, а 70% теплопотерь ядра восстанавливаются за счет радиоактивного распада урана, тория или калия-40. Помимо радиогенного разогрева, источником тепла могут быть приливные силы. Гравитация убывает пропорционально квадрату расстояния от тела и потому воздействует с разной силой на ближнюю и дальнюю сторону спутников, от чего те вытягиваются под действием приливных сил. Если спутник вращается не по круговой, а по эллиптической орбите в приливном захвате, то по мере движения по ней приливные силы постоянно меняются, что вызывает деформацию тела. При деформации возникает трение, которое и производит это тепло. Наконец, моря могут состоять не только из воды. Метан и этан остаются жидкими вплоть до минус 182 градусов, а миак – до минус 77. На горячих мирах, напротив, океан из серной кислоты может сохраниться при температуре выше 300 градусов. Но примеры таких планет астрономам пока неизвестны. Так где же можно поплавать? Самый известный внеземной океан находится на Европе, спутнике Юпитера. По размеру Европа почти как Луна, но в полтора раза легче ее. Поверхность этого спутника состоит изо льда, а океан жидкой воды находится под ним. Это происходит как раз потому, что и радиогенный, и приливной разогрев действуют на тело изнутри. Причем в случае Европы второй значительно превосходит первый. Стоит заметить, что приливной разогрев Европы возможен только благодаря Ио и Ганимеду, также и другим спутникам Юпитера. Европа находится с ним в орбитальном резонансе, то есть делает один оборот за два оборота Ио и один Ганимеда. Без этого расход энергии на приливные силы постепенно бы округлил орбиту и деформация Европы прекратилась. Внутренний океан Европы может достигать глубины 100 километров и в два-три раза превосходит по объему мировой океан Земли. Если слой льда сравнить с земной корой, то вода под ним будет аналогом земной магмы. Эта ледяная кора плавает на воде, периодически образуя трещины и разломы, которые хорошо видны с орбиты. А за 12 тысяч лет лед делает полный оборот вокруг недр Европы. Под океаном же находится мантия из горных пород, а в самом центре металлическое ядро. Ученые спорят о толщине ледяной коры Европы. Согласно разным моделям, она может быть от 30 километров до нескольких тысяч метров. Однако, для изучения воды совсем не обязательно бурить поверхность. С помощью телескопа Хаббл астрономы выяснили, что из Европы бьют гейзеры высотой сотни километров. Правда, пока не ясно, бьют они непосредственно из океана или из изолированных участков. Более подробно это удастся выяснить с помощью аппарата NASA Europa Clipper, запуск которого ожидается в 2024 году. Крупные гейзеры бьют и из Энцелада, спутника другой планеты гиганта Сатурна. Они также достигают сотни километров в высоту и их хорошо видно на снимках аппаратов Кассини. По строению Энцелад напоминает Европу. Тоже состоит из ледяной коры, слоя жидкой воды и каменного ядра. Правда, радиус этого спутника составляет всего 250 километров. Зато толщина льда Энцелада в районе Южного полюса равна всего 2 километрам, а на дне океана глубиной более 30 километров бьют горячие источники. Кроме того, согласно исследованию 2021 года, глобальные течения этого океана должны переносить тепло из глубин к поверхности, а от полюсов к экватору. Именно подтвержденная геотермальная активность делает Энцелад таким интересным для экзобиологов. В струях его гейзеров ученые обнаружили значительное количество водорода и метана, которые должны были образовываться в горячих источниках. Подобные геотермальные реакции, схожи с тем, что шли в древних океанах Земли и которые стали источником энергии для первых организмов. В гейзерах также обнаружили и крупные органические молекулы, в частности, фрагменты бензола. Впрочем, аппаратура Кассини не предназначена для поиска в жизни и не может передать астробиологам информацию, достаточную для уверенных выводов. Низкая гравитация Энцелада, которая в 80 раз слабее земной, потенциально упростит погружение в его океан исследовательских аппаратов, поскольку давление на его дне эквивалентно давлению на глубине 500 метров в земных морях. Правда, пока ученые лишь обсуждают подобную концепцию таких миссий. А вот тут точно нельзя плавать. Совсем другие моря находятся на Титане, другом спутнике Сатурна. Титан достигает 5000 километров в поперечнике и обладает плотной, непрозрачной атмосферой из азота, чье давление у поверхности равно 1,5 атмосферы. В отличие от Европы и Энцелада, жидкие водоемы Титана находятся прямо на поверхности, но состоят из этана, метана и пропана. Поскольку на этом спутнике очень холодно, примерно минус 180 градусов по Цельсию, то жидкой воды на его поверхности быть не может, несмотря на подходящее атмосферное давление. Поверхность Титана не видно с орбиты в оптическом диапазоне, но на радарных снимках заметны узнаваемые для жителей Земли береговые линии. Море Кракена, крупнейший резервуар жидкости на Титане, достигает в длину 1000 километров и превосходит по площади Каспийское море. Помимо морей, на Титане также есть каналы с текущими жидкими углеводородами длиной сотни километров. Ученые НАСА считают, что как и в земных реках, там могут образоваться пороги, водовороты и водопады. Однако искупаться в морях и каналах Титана не получится, как минимум без специального костюма. В жидком Итане человек обладает отрицательной плавучестью, а температура около минус 170 градусов по Цельсию приведет к мгновенной смерти. В 2005 году зонд Хюгенс совершил посадку на Титан и увидел округлую гальку на грунте, напоминающим влажный песок. Поверхность выглядела так, будто в течение длительного времени подвергалась воздействию жидкости, но самой жидкости не было видно. Вероятно, в районе посадки на экваторе водоемы могут существовать только после редких метановых дождей. В 2027 году НАСА планируют запустить на Титан аппарат Dragonfly – мультикоптер с 8 винтами и питанием от радиоизотопного источника энергии. Однако существуют и другие идеи по исследованию этого спутника с помощью автономных лодок или даже авианосцев, несущих рой мелких дронов. Потенциально жидкие океаны также могут существовать внутри Ганимеда, Тритона, спутника Нептуна, а также Плутона и Харона. Но информацию о них нельзя сравнивать с данными о Европе, Энцеладе и Титане с точки зрения полноты и достоверности. А есть ли там жизнь? Основным источником энергии для жизни на Земле является Солнце. Растения, бактерии и археи с помощью фотосинтеза преобразуют свет в энергию химических связей, которую затем потребляют другие организмы. Поскольку в случае Европы и Титана вода находится под толстой коркой льда, фотосинтез в ней идти не может. Однако помимо фотосинтеза есть и другие источники энергии – химосинтез. Некоторые химосинтезирующие бактерии живут в океане на огромных глубинах, куда не проникает свет, где из земной коры выделяется сероводород. Большие популяции живых существ могут поддерживаться за счет химосинтезирующих бактерий и археи в белых и черных курильщиках, метановых клатратах и изолированных подземных водных пещерах. Согласно данным глубоководного бурения, богатая микробная жизнь существует на глубинах около 1600 метров под уровнем дна, где при температуре выше 60 градусов обитают разнообразные термофильные архебактерии. Более того, именно химосинтез, скорее всего, был первым источником энергии земной жизни, а фотосинтезу организмы научились в процессе эволюции. Что же касаемо жизни в этаново-метановых морях Титана, у ученых нет об этом пока никаких данных. Астробиологи обсуждают возможность существования альтернативной биохимии, где роль растворителя вместо воды играли бы жидкие углеводороды. Но никаких подтверждений подобной гипотезы в данном случае нет. Но, как известно, жизнь везде найдет себе дорогу, главное ей не мешать. Возможно, когда-нибудь люди из планеты Земля осознают, что нынешний путь развития нынешней человеческой цивилизации очень опасен. Опасен как для человека, так и для планеты в целом. Когда Земля не поймут, что создавать, изучать, путешествовать, открывать новые миры намного интересней, чем уничтожать себе подобных и потреблять истощая планету. Жизнь станет намного интересней. Люди отправятся в космос, неся с собой знания и опыт, мир и процветание, знакомясь и изучая новые цивилизации. И только тогда слово «человек» будет означать не что-то ужасное и опасное, а умное, мирное и доброе. Цивилизация создателей, а не разрушителей. Но, как обычно, есть одно «но». Нужно менять этот мир здесь и сейчас, в срочном порядке, а не тогда, когда будет уже слишком поздно. Напишите, что вы думаете об этом? Спасибо, что были со мной! Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким! Пока!